не давал читать. Он брал у ребят с музыкального там училища, у него были свои какие-то там контакты. А эта Библия, которая ходила по рукам у нас тогда в Орле, это было в городе Орле, значит, в музыкальном училище и в художественном, я знал, эта Библия ходила по рукам тогда, вот, а как оказалось, эта Библия была подпольная, баптисты нелегально ее где-то публиковали, то есть, получается, она была без там всех этих знаков там и прочее, просто кустарно сделанная была подпольная Библия. Вот она ходила по рукам у, ну, творческой интеллигенции, будем так говорить. Вот, значит, и вот я через эту Библию, это была моя первая Библия, с которой я вот познакомился тогда, уже со Словом Божьим не просто из цитат, а уже из реального слова. Опять-таки, я тогда не был никаким, я никакой религии не знал, ни православной, никакой другой, вот, значит, но постепенно в храм приходил, помогал священникам, но вот православие для меня никак не ассоциировалось с тем Богом, с кем я пережил встречу, во-первых, во-вторых, с Библией, как Словом Божьим, никак меня не ассоциировалось, потому что, ну, с элементами Ветхого Завета, да, но, как бы, ну, вся Библия, это была Библия, а церковь, это церковь, для разных вещей были для меня, церковь была больше культурной вещью, как бы, да, историческая, меня больше как художника, вот, как бы, интересовавшая, вот, но постепенно я выцерковлялся, приходил на службы, помогал священникам и читал, пел на Клирусе, вот, в 86-87 годы, и вот в 87-88 годах стал уже служителем, уже на зарплату, на полное время, оставил мастерскую, оставил училище, закончил училище художественное Орловское, получил специальность, художник-оформитель, значит, и, но фактически дня не работал по специальности, потому что, ну, хотя в мастерской я еще работал, но юридически не работал, юридически я уже работал уже в православной церкви, в храме, значит, на зарплату, читал, пел на Клирусе, я не певец, но очень полюбил вот это пение, клиросное пение, вот это вот, значит, храмовое пение, и, тем более, что певцов особенной не было тогда в храмах, ну, вот, в таких обычных, простых сельских храмах в России, там, значит, в Орле в частности, вот, но я, как бы, вот, руководил хором, даже не зная нот, как бы, ну, так на слух ловя все это, уча, и даже учил других, будем так говорить, этому пению церковному, вот, и по дьяконству, дьяконствовал, значит, учился, значит, и вот в 91-м году стал священником сам уже, это было как раз вот накануне развала Союза, значит, и стал священником в Рязани, как чтец, как дьякон поработал я в Орловской и Московской областях, а уже, как уже священник, это Рязанская, Рязань, Рязанская область и Брянская немного области, до 96-го года, но, вот, в таком и пути религиозной, а стать священником я решился через, ну, как вот, как и многие молодые люди в жизни, да, избирать какой-то путь, смотря на старших, на какой-то пример в жизни, как правило, да, вот, значит, и тогда, когда я вот, середина 80-х, 84-85-86-й годы, я ходил в некоторые храмы, смотрел, пытался со священником поговорить, но, знаете ли, к сожалению, ну, те священники, с кем я пытался говорить, видел, что эти люди, ну, они неверующие, то есть они, ну, они совершенно не знают Бога, не верят, они просто выполняют работу, выполняют работу, тем более я вырос в семье чекистов, потомственных чекистов, да, бабушка была ветеран НКВД, значит, да, значит, дедушка тоже, значит, полковник НКВД, еще до войны, еще сделал карьеру, ЧК еще называлась потом НКВД, вот, значит, и, в общем-то, понимаете ли, ну, вот такая же система и в церкви, я видел эту систему, ну, понимаете, как бы с детства знакомая система старая, и, ну, то есть мне неинтересно было дальше развивать отношения с ними, хотя я был молодым человеком совсем, но, как бы, ну, понимал некоторые вещи эти, но по разговорам с бабушками, с прихожанками, я услышал, что, значит, вот там в селе за городом есть один храм, и там батюшка старенький служит, который вот, вот он верующий, вот он верующий батюшка, вот, и я поехал туда как-то специально, приехал, значит, ну, вроде как на пленэр отпросился, значит, с учетником, с хвостами, а сам специально в тот храм поехал, значит, и вот познакомился с этим священником, и увидел его, вот, в первый же вечер, это был вечер, кстати, да, на все ночные, ну, на вечернем служении, одно слово, там в храме никого не было, одна бабушка там, которая вот, ну, у них, так понял, ключница там какая, вот, и этот батюшка, пустой храм сельский, сельский, ну, там, да, село такое, все такое запущенное, кладбище такое, как бы, значит, и село такое полувымершее, пьяное, и все, ну, вот такое вот, и, ну, для пленэра хорошее место, как бы, да, для пленэра хорошее место, вот, значит, грязюще такая, все-таки грязяка, ну, живописная грязь такая, вот, значит, нет, для пленэра нормально, и вот на вечернее служение попал туда, в храм, значит, и, И вот, значит, вижу этот священник пожилой, вот он, как он молится на коленях, там, плакал, он, видно, что он перед Богом молится, он, хотя пустой храм, никого не было, и там одна бабушка только, значит, вот, которая, вот, такая глухая, слепая, такая сама по себе живет, значит, там, вот, значит, и он, значит, молится перед Богом. Я видел, что он такой искренний человек такой, мне очень понравился, вот, пример его очень сильно мне понравился в жизни. Я увидел контраст очень большой между теми священниками, кого я знал, значит, людьми далекими от веры, значит, и вот этим священником. И я стал туда приходить, постоянно ездить в это село, значит, и, знаете ли, вот, вроде как на пленэро все время отпрашивался, там, значит, туда, вот, а, значит, ну, порисовать что-то, вот, пописать, значит, а так, в общем-то, ну, как, это черта города, но это уже, как бы, считалось уже сельской местностью. Вот, ну, такое же очень живописное, село Лебешкино называется, Орловской области. И вот, значит, и, да, вот так вот. И вот пример этого священника, он меня в жизни направил. И именно этот священник мне потом, он меня и в служение ввел, будем так говорить, на клирос поставил и обучил пению и всему, значит, он, по сути. И, значит, и в семинарии мне он рекомендацию давал, значит, и, в общем-то, на рукоположение и прочее. То есть, как бы, этот священник, он дал мне путевку в жизнь такой. И мне захотелось самому стать священником именно через него, через пример этого священника. Вот, вот так, как-то так. Хотя был конфликт, конечно, с семьей, когда я объявил, там, вот, в начале 88-го года уже окончательно объявил, что маме, папе, в семье, что, значит, что я оставляю карьеру художника, вот, значит, и избираю другую стезю, буду в церкви. Вот, значит, были уже разговоры неприятные, но здесь началось такое, просто скандалы, все, значит, и я не думал никогда, что такое возможно в нашей семье, значит, а здесь даже кричали, значит, мама кричала, значит, что лучше ты был бы пьяница или тюремчик, но только неверующий. Мы не переживем, кормили, растили, для кого, для попов, тем более, что наш сын будет сам попом еще собирается стать, вообще-то. Это что-то было ужасное, вот, значит, потом и по-хорошему, папа хотел по-хорошему меня купить. Исполняя мои мечты заветные, вот, я мастерской, купить мастерскую мне, не просто уголок, как у меня раньше было там ютиться с другими художниками, а отдельная мастерская, вот, жигуленок, ну, не новый, но почти новый жигуленок, значит, там, но с одним условием, ключи, да, все, только, пожалуйста, в церковь не ногой. А потом даже на компромисс пошел, даже ходи, но только, чтобы это не было, не мозоль там никому глаза, вот, пришел, сам где-то постоял и ушел, то есть, как бы, ну, только для себя, чтобы это не было связано никак там с твоим этим служением, вот, только занимайся, вот, чем ты занимался раньше. Ну, а потом, когда я видел, что уже никакую, то уже ультиматум был уже, либо мы, либо семья, либо твой Бог, все. Вот, и потом отрекались от меня даже, и уже, как бы, родственникам известили, что наш сын умер, то есть, я умер, вот, значит, что, значит, все, значит, да, как-то так было, хотя время уже было перестроечное, но, как бы, ну, моя семья была настроена очень агрессивно против веры, любой религии, абсолютно любой, вот, а потом мама говорила, а почему-то не мечеть пошел, допустим, и не в синагогу, а почему вообще в храм, туда поперся в храм какой-то, в христианскую церковь? Я говорю, ну, мам, ну, у нас, во-первых, нет ни мечети, ни синагоги, а может быть, ходил бы туда, бы сюда, бы, зашел бы даже ради интереса, но у нас не было ничего такого. Ну, ладно, короче, да. Вот, но, дело в том, что, да, значит, служение, я не мог себя представить уже просто себя без, вот, служения Господа, вот, и потом, спустя годы, конечно, было тяжело, несколько лет пережить, вот, вот это отчуждение с родителями, да, как бы, мы, ну, я пытался общаться, но каждый раз натыкался на то, что со мной не общаются. Вот, наш сын умер, сразу мама говорила, наш сын умер, все, вот, у нас один только остался, младший сын, все, страшно, конечно, было пережить это, вот, для подростка, это вот, ну, для юноши, для молодого человека, это было, ну, тяжело очень, будем так говорить, но, спустя годы родители сказали потом уже, и мама, и папа приезжали ко мне уже на приход, уже в будущее священник у меня был уже, 91-й год уже был, вот, и родители потом говорили, что, слава Богу, что ты нас тогда не послушался, вот, пошел по этой стезе, слава Богу. И они тоже крестились, кстати, оба крестились, и мама, и папа крестились в храме, вот, ну, там, там же в Лепешкино, в этом храме потом, значит, да, и, в общем-то, сделали шаги такие к Богу. Да, об истории, или дальше смеялись, ну, я тоже, расскажу. У нас еще минут 15 есть. Да, может быть, еще есть какие-то вопросы, именно по истории христианства, да. Вот по истории тоже вопрос, он простой, но я, как бы, не смог ответить своему товарищу дняху. Значит, он сказал, что, ну, согласно Библии, в земле наши 6 тысяч лет, ну, чуть больше там. Да. А если вот брать по науке, то там 4,5 миллиарда, там, где-то, 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 где-то. И вот он мне говорит, вот, ученые же, когда делают раскопки, они же, там, делают анализ, как-то, и так далее, что земле, там, или тому предмету, там, 100 тысяч лет, например. Ну, да. Да, если по Библии, то земле нашей 5778 лет, вот, если брать, вот, библейские исчисления, от Адама, если, 5778 год сейчас идет, вот, влеты исчисления от Адама. Да, и я сам не научный человек в этом отношении, но с удовольствием послушал программы, вот, и вам рекомендую их, вот, и вашему товарищу тоже рекомендую. Кенеда, Кент Ховенд, Кент Ховенд. Программы, посвященные, как раз, креационизму, сотворению Вселенной. Кент Ховенд, он очень, так вот, научно, но очень популярно объясняет, именно, как раз, вот, эти вопросы, как ученый человек. И, также, есть еще программы очень хорошие, рекомендую, Кенеда Коупленда и Карл Ба. Это программы еще старые, еще Кенед Коупленда молодой совсем, вот, значит, старые программы, но есть в русской, вот, озвучке, вот, те старые программы. По-моему, еще 70-х даже годов, где-то, или начало 80-х, если, я понял так по записи. Вот, значит, те старые, старые программы. С Карлом Ба, который является директором, тогда являлся Института сотворения Вселенной, вот, и креационизма. Вот, тоже очень интересные такие исследования. И вот, судя по этим вот данным, многочисленным, вот, научным тоже, Земли не старше 6, нет, старше 6 тысяч лет нашей Земли. По этим исследованиям. Вот, значит, и, в общем-то, углеводородный метод они критикуют, в общем-то, всячески. Вот, значит, и многие другие методики, которые популярны в современной науке. Как-то так. Я лично, я художник. Я больше воспринимаю, знаете, вот, информацию так вот, в образах таких. Мне, допустим, даже из всех лекций Карла Ба, мне запомнились, допустим, такие образы, как, допустим, Вот, они в этом, в Техасе, в этом институте, в лабораторных условиях, еще вот тогда, 60-е, 70-е годы, они смоделировали, вот, как атмосферу допотопного мира. Вот, интересно очень была у них такая программа. Значит, и в этой атмосфере, интересно, там создавалось определенное давление, и, судя по вот этим слоям, они, почва там всего, какой был состав воздуха, он отличался, оказывается, состав воздуха, и другое было давление. Интересно, и вот они создали эту атмосферу, и в ней поместили всякие, в нее поместили всякие растения, высаживали, всяких животных помещали, и наблюдали потом за ними. И, интересно, большинство животных, они омолаживались. Вот, значит, растения, они изменялись. Каким образом? Даже грибы, меня очень сильно впечатлило, такой пример впечатлил. Грибы высаживались там, ядовитые грибы в этой атмосфере. Через некоторое время проходило, да, значит, менялись, вот, как бы, эти сезоны грибов, и грибы из ядовитых превращались в неопасные для человека. А еще больше меня впечатлило, оказывается, в той допотопной атмосфере даже быть агрессивным, оказывается, было очень сложно. Агрессивным. Почему? Потому что там вот эти экспериментальные, вот эти всякие, ядовитые были эти змеи. Гремучий змея, герза, кобра, какая-то еще там. Значит, змеи очень агрессивные которые, и вот что, и ядовитые, опасные. Но самое интересное, у них брали все время вот этот яд, проверяли. Вот через некоторое поколение, проживавших там, в этой атмосфере, вот этих змей, оказывается, их железы, вот эти вот, он объяснял, яд, они вырабатывали это вещество по-прежнему, но это вещество было уже не опасно для человека, а даже наоборот, даже полезно. Вроде как пенициллина, что-то действие похожее. Вот, то есть, в доподобном мире, я мог бы котику попросить, пожалуйста, укуси меня, значит, там, вот, спасибо, значит, или что-то еще. Или мог бы сварить себе суп из глухоморов и запросто так поесть, значит, и хоть бы что, и закусить бледной поканкой, вот, значит, за место здрасте. Вот, значит, в том доподобном мире, оказывается, все было иное. То есть, даже вот сегодняшние вот эти вот агрессивные, а, еще, почему агрессивные, вот эти змеи, да, реагировавшие изначально, как бы, агрессивно на вот, ну, сборы, они, что-то просто так понимают, их там сцеживают ядом, да, вот, значит, не просто так у них забирать этот яд. Но самое интересное, через некоторое поколение у них там изменялось, они не стали агрессивными, они не нападали уже, то есть, вот в чем дело. Вот, что-то еще там было интересное такое. Ну, вот это самое, наверное, впечатляющее для меня было. Человека не помещали туда? Нет, кстати, нет. Интересно. Вот интересно было бы, да. Наверное, такой уже был, был бы такой альтруиста такой, да. Я не знаю, но было бы интересно, наверное. Я представляю себе, это до греха, ну, уже после грехопадения, но уже еще до потопа такая была атмосфера. Кстати, они там запатентовали многие открытия, оказывается. И которые помогли им потом иметь постоянное финансирование этого института. В том числе, благодаря их открытиям, вот, вот это выращивание, вот ныне в Японии, допустим, вот этих кустов этих, которые растут не в ширину, а в высоту. Вот эти вот, с томатами черри, там, еще с чем-то. С одного куста собирается столько вот этих вот всего, да, плодов, сколько с целой плантации, обычной плантации, с одного куста собирается, которая растет в высоту. Значит, и это удивительный эксперимент, который вот, как бы, благодаря вот их открытиям стал, как бы, ну, реальностью, будем так говорить. Ну, и много остального другого. Ну, а Канта Ховенда посмотрел, он очень такой популярный такой, я смотрю, вот, он любитель динозавров. Дину, это его, как бы, второе имя. Да. Да. Еще вопрос. Вот, в контексте истории церкви, и всех вот этих вот, там, расколов, там, католики, православные, потом еще протестанты появились. Ну, да. Как вы думаете, вот, какой должна быть современная церковь, чтобы она соответствовала, вот, тому, протестанты, самая правильная церковь, да, то есть, ну, потому, потому, что ведь и протестантизм сейчас он набрал, ну, стал таким формальным, каким-то обрядным, да, то есть, все действуют по одному формату служения, там, вот. Ну, своя культура сложилась. Да, какая должна быть, вот, чтобы это была, ну, живая церковь, что-то, как вы видите это, вот, вот, та самая церковь, о которой говорил Бог? Я не знаю. Еще, еще, за этого можно добавить? Вот, тоже люди, ну, вот, можно разделить, да, это жития христианина до того, как люди на... Родилася заново, ну, родилася заново, и після. А вот это після, это, иногда, воно стоять больше важче, чем было то, что у людини уже, как истина в голове есть, ты понимаешь, что вона есть, а теперь с ней еще треба жить. Как хорошо, как сказал. И вот, ну, взагалі, тоже у нас, как у людей, есть такая звичка до всего хорошего звикати, да? И мы звикаем до того, что мы там приходим, ослуживаем в церкви, мы звикаем до того, что мы там делаем какие-то хорошие дела. И воно потом, с часом, якось, все, все причинается. Вот, как правильно держать, не знаю. Пульс на руках, чтобы не звикать до этого, как бы, христианства, чтобы оно не переростало в, какось, в религию, да? О, если бы я знал ответ. Здесь надо всегда экспериментировать, всегда, постоянно. Знаете ли, и лично я больше всего в жизни боюсь именно вот этого, вот о чем вы говорите как раз. Вот это вот религии формализма. Это страшно очень, это страшно, это убивает все, всю жизнь убивает. Я, когда погружаюсь в эту сферу формального, да, то я вижу, что, знаете, как будто бы я убиваю Бога в себе, как будто бы я умираю сам. Это очень страшное состояние. Я пережил однажды это очень серьезно. В 96-м году, один из запросов, почему я вышел из традиционного православия, как бы, я объясняю это по-разному порой. Я, ну, объясняю, ну, допустим, вероучительно, да, действительно, многие вещи я переосмыслил, я не мог уже их исполнять. Обязанности священника, которые раньше я исполнял с верой и правдой, будем говорить, по вере и правде. Вот, я не мог там уже многие вещи исполнять их. Допустим, там, я не мог молиться уже, там, кому-то еще на стороне, помимо Господа. То есть, у меня это просто сама идея противила, сама идея противила. Вот, но я, будучи настоятелем храма, уже в личных молитвах, я уже какие-то месяцы к тому времени, месяц-два, там, уже, допустим, я перестал вообще молиться кому-то, кроме Господа. Но, приходя в храм, я обязанным опять был петь, опять 25. Значит, там, Пресвятая Богородица, спаси нас и святи, там, молите Бога нас. Зачем? Оно мне надо. Для чего это все? Отец знает, о чем мы будем молиться, прежде нашего прошения у него. Вот. Педобаптизм мне уже постылил тогда уже, на самом деле, настолько, что я уже не мог с этим уже мириться. Ну, это крещение младенцев или же взрослых, но без просвещения. Вот, есть баптизм, есть педобаптизм. Педобаптизм – это вот характерная черта, вот, допустим, православия, католицизма и некоторых протестантских старых церквей. Вот. А, в общем-то, я стал на сторону баптизма больше, все-таки, чтобы человек был самостоятельным в этом выборе, в решении самого, вот, в этом обещании или спрашивании Бога доброй совести. Вот. Многие другие вещи. Почитание мощей. Мне уже опостылило. Я уже все, знаете, у меня уже как аллергия. Я не могу вот целовать трупы, останки. Мне это уже опостылило, сама идея. Но я, будучи священником, я, кстати, приезжал в Москву к отцу Георгию Чистякову тогда, священнику, общался с ним. Уже покойный, уже хороший священник был такой. Один из, ну, можно сказать, соратников Александра Мения. Из старой московской интеллигенции человек, как бы, знаете ли, ну, очень начитанный, очень грамотный человек. Но мне было с ним очень приятно общаться, вот, и, как бы, много что я узнавал в общении с ним. Очень хороший был человек, но я очень любил его, честно говоря. Хороший священник был. Таких очень мало в жизни видел я. Но, знаете, ну, как раз там в Москву привозили мощи какого-то святого очередного. И, ну, отец Георгий там же, все священства, московское духовенство, все было там, собирали их всех там у патриарха. И всем первую честь оказали, что мощи поцеловать. Но, говорю, отец Георгий, а вы тоже там были, что ли, получается? Ну, а что ж, говорит, с волками жить, говорит, поволчьи быть. Ну, вот, я фигу в кармане сложил, говорит. Целовал, но фигу в кармане. Думаю, да, ну, молодец. Но фигами дьявола не обдуришь вообще. Я не знаю, может, кто-то еще был с фигами. Или пальцы скрестил хотя бы. Вот, но, понимаете ли, значит, но все равно позор. Ну, если отец Георгий, при всем уважении к его светлой памяти, он с фигами там целовал это все. Вот, значит, но я понял, что я не могу это сделать. Я не могу это делать. Вот, и... Но еще и другая была сторона моего выхода. Она была... Ну, мы это только лишь с женой обсуждали тогда. Вот. Понимаете ли, кризис моего служения. Кризис самого служения. Когда одно и то же. Как вот Николай Васильевич Гоголь тогда. Я читал как раз Гоголя, перечитывал его несколько раз тогда. Вот. Особенно его вот эти письма к друзьям и, значит, переписка с друзьями. И размышления о божественной литургии. Очень хорошая книжечка такая вышла тогда как раз. И, значит, в советское время неизвестное совершенно произведение. И, значит, и Гоголь писал, интересно, размышления о православном служении самом. И он написал интересную вещь. Она меня очень сильно коснулась тогда. У Гоголя написано было, что православная сама литургия, так вот, превратилась у нас в хорошо отрепетированное театральное действие. И, стоп, думаю, вот, Гоголь ответил мне на мой вопрос. Почему мне это постылило? Я одну и ту же роль на этой сцене играю. Уже несколько лет подряд. Я не хочу этой роли уже. Я хочу другой роли. Понимаете ли, это хорошо, эту роль изображать. Но когда все расписано до возгласов, до реплик, до всего, и ты держишься этого стандарта. Да, конечно, в это я, как бы, свое чувство какое-то религиозное вносил постоянно. Но все равно я понимал, что здесь какая-то фальшь. Знаете ли, ты как с родителями, допустим, если бы дети пытались бы только вот по расписанному сценарию. Разговаривали только вот строго по тексту. Ну, ладно, там, вначале посмеялись, потом посмеялись, значит, да, значит, порадовались. Но потом уже прошло время, мама, папа, там, ну, поговорите с нами нормально, дети. А еще плюс, еще давлела клятва надо мной, будем так говорить. Потому что, будучи уже священником, вот в 91-м году, значит, да, меня наставляли так, чтобы я не молился своими словами вообще. Только лишь по расписанным текстам этим. Даже в личных своих индивидуальных молитвах. Я был ограничен, я был связан вот этими молитвословами, акафистниками, канонниками. То есть вот теми книгами, которые, в которых я должен был выражать свои чувства перед Богом. Но это настолько стало такой кабалой для меня. Вот пример. Я, по сути, вот хотел иного. Но где это иное, я не знал. Вот, слава Богу, что тогда я познакомился с протестантами. Я увидел, что вот другие формы служения. У них свои структуры, свои уже каноны есть определенные, но другие формы. Мне это понравилось очень. Они наполняют это же чувство, но в других формах выражают. И еще, в 96-м, в том же самом году, когда я познакомился с протестантом, первый протестант в моей жизни, с кем я тогда пообщался, познакомился-то хорошо, это был Григорий, Григорий Тельных. Тогда он был дьяконом у писятников, сейчас он пресвитер в городе Сураж Брянской области. Очень хороший брат, я очень люблю его. Очень такой искренний верный человек, на самом деле. Не часто встречаешь из потомственных христианских служителей искренний верный человек вот такого. Вот я честно говорю, что для меня это было очень большим открытием и до сих пор является. Не часто. Потому что, как правило, вот вижу, ну, другие примеры, к сожалению. Так вот, и с Григорием мне познакомился, довелось познакомиться так вот, вроде случайно. Он подошел, вопросы задавал, туда-сюда, на рынке, возле рынка. А я был в рясе, с крестом на груди, батюшка, такой миссионер, такой, знаете, очень активно. Я там проводил всякие занятия, встречи, там, значит, и в инкомате, значит, и в больницах постоянно. Раз в неделю строго у меня было служение в больнице, в разных отделениях больницы, значит, там, и в кинотеатрах, там, проводил, в ДК проводил, там, показы фильмов, показывал, там, значит, там, и лекции проводил. То есть, ну, газету, была редактором первой газеты тогда, церковной, так называлась церковь она, эта газета. Вот, православная миссионерская передвижная библиотека была у нас своя, значит, то есть, как бы, жизнь кипела такая, религиозная, бурлила. И вот этот, и я привык, что ко мне многие подходят, и мы общаемся, и вот, ну, правда, я в основном тогда нес и старое, и новое, все, наученный книжник царства Божьему он учит всему подряд, знаете, и хорошее, и плохое все нес подряд. Вот, и он меня спрашивал о том, о сем, вот, и я думал, он просто обычный, православный, любопытствующий, но вижу, такой, грамотный человек, вот, интересующийся такими хорошими подробностями. Правильные вопросы, как в еврейской традиции называется, толмыдим хахаим, то есть, задающий много вопросов, вопросов правильных, заставляющих учителю думать. Вот, значит, и интересно, оказывается, он протестант, он сам себя сдал нечаянно, из Библии процитировал. Большую цитату довольно пространную, я-то знал что-то из Библии, я понял, наши люди Библию не читают, думаю, что-то здесь не то, думаю. Я его спрашиваю, Гриша, а вы христианин? Он говорит, да, говорит, христианин, я конкретизировал, знаете, как Ленин на буржуазии на него там, православный, говорит, нет, говорит, христиан веры евангельской, пятидесятники, короче, я там еще не упал. Это же даже не баптисты, думаю. Я еще в советское время помню, значит, в семинариях, у нас Генри Боровик тогда, известный человек, международную панораму вел тогда, дядька, он у нас тоже преподавал в Загорске, приезжал в Загорск на эти лекции. Прожектор, потом, нет, а международная панорама, программа называлась, популярная в то время как раз, самый пик популярности его. Значит, и он приезжал к нам в семинарию, тоже так раз, так вот, руки, и давал нам рассказывать о моральном облике советского священника, что мировой империализм, значит, там, значит, два этих, сатаны, короче, Израиль и, значит, Америка, они только и хотят слопать нашу советскую родину. Вот, значит, и по поводу сектантов, он однозначно сказал, баптисты, писядники, это все, вот, в основном, через одного, это агенты Моссада и ЦРУ, и мирового империализма, через одного, а через одного, просто психи. Вот, значит, вот, он очень довольно так вот радикально размежевал всех. По его мнению, баптисты, это были тихие сумасшедшие баптисты, а писядники, которые буйные. Но, в принципе, это все была одна палата. Настоящих буйных мало. Вот, ну, как бы, это уже харизматы, как бы. Вот, и, значит, и, вот интересно было, значит, ну, тогда еще не было харизматов, но писядники такие радикалы, как бы, иностранных разведок, мол, засылают нам таких уже, вот, самых таких радикальных, таких уже, экстремистов. Вот, значит, на Кавказе, они тогда выловили, еще в 88-м году, оказывается, какого-то там, с Финляндии, что ли, какого-то там делегата, который там, значит, там, стал танцевать, там, на сцене, где-то еще там. Его, короче, повязали, там, как бы, Грузии. И нашли его особенно опасным вообще элементом, значит, и Генрих все это рассказывал, Боровик, значит, все это разъяснял нам. Вот, а здесь я вживую, в 96-м, вижу пятидесятника, ну, я, короче, значит, стал, ну, защитом нападения, я точно по сектой ведению, я вынес урок такой хороший, защитом нападения сразу. Какие же вы христиане, говорю, креста на вас нет, святым не молитесь, мощей у вас нет, Матери Божией не почитайте, короче. Ой, я все ему наговорил, Гриша стоит, ну, вроде как бы, ну, вроде как, да, извиняйте, как бы, да, вы действительно, нет, нет этого. Вот, ну, я пожалел его неопытность, думаю, наверное, он просто недавно попал в эту секту, а нам говорили, что первых полгода процесс обратимый еще. Я не знал, что он вырос потом вообще. Я ему дал книгу даже прочитать, такую, знаете, подрывную литературу свою дал православную, называется «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». О, думаю, примет Богородицу, Божья Матерь нашу, заступницу усердную, рода христианскую, все, наполовину нашу уже, точно уже. Вот, а дальше вопрос техники. Значит, и, и пока я в такой эйфории, думаю, вот, наконец-то, как бы, вот, сектанта, да, значит, обличил. Он из своих сектантских штанин достает свою литературу подрывную и мне предлагает, говорит, «Батюшка, я вашу почитаю, а вы мою почитайте». Я там даже не смог, даже запечататься не успел, короче. Взял, значит, туда-сюда, нет, потом пошаманил, конечно, как положено. Вот, значит, мы таким образом обменялись литературой. Вот, значит, и я, кстати, так и не спросил, читал ли он мою книгу. Но его книга произвела на меня огромнейшее впечатление, огромнейшее просто действие, просто бомба, реально. Это была книга Людмилы Плетт из ее трилогии, вторая книга ее трилогии, называется «Время начать суду с Дома Божьего». Это проповеди немецкого проповедника Эрла Штегена в Южной Африке на классе за банду в миссионерской станции. Я потом прочитал всю трилогию позже. Но вот эта вторая книга как раз именно посвящена служителям церкви, служителям, вот, пастырям, служителям, священнослужителям. И она вот настолько была пронизана темой покаяния, возвращения к Богу, Христом, именно темой Иисуса, что это настолько, вот, я просто, я читал эту книгу и начинал плакать, рыдать. Читаю и рыдаю, читаю и плачу. Я вообще давно так не плакал, честно говоря, вот вообще не помню, что вот так вот ревел просто, то, что там говорится о первой любви, о самом Христе, все второстепенно, третьестепенно, а вот это первостепенные важности. И настолько это было не просто даже из хорошей проповеди, а именно из переживаний, из переживаний Христа. Очень хорошая книга, мне очень она понравилась, не просто даже, нет, не то слово, она меня направилась назад в Библии, направилась назад к Слову Божьему. То, от чего я, по сути, отпал, будем так говорить, воцерковляясь в православии, да, значит, отпадал от Слова Божьего. И нашел свою Библию тогда, после Эрла Штегена проповеди, я нашел свою Библию, и помню, открыл я ее, вот, и от волнения даже не мог ничего читать, прочесть ни строчки не мог читать. И вы знаете ли, и услышал голос, это было как будто моя мысль, это не было ушами, это было внутри, но оно настолько явно было. Вот, и вот я на служении говорил о опыте, который у меня и был, вот, в 2003 году, когда слышал именно голос, ушами, громкий голос, у меня никогда такого не было, ни до того, ни после того. Вот, вот, а, но были, как у всех верующих в моей жизни, в моей практике, вот, то, что, как мы называем, как голос Бога, но это как будто моя мысль, но это явно не моя мысль, она внутри меня, как будто, вот, мысль, но это явно общение Его. И эта мысль была такая интересная, внутри звучала как будто бы тихо, как, и внутри меня, и вне, ну, вы понимаете, наверное, да, вот, и звучало так, Сережа, не отец Сергей, ваше преподобие, батюшка, ну, хотя бы просто Сергей, хотя бы, Сережа, это было так, дело в том, что это никто не знал. Только лишь он и я. Это было раньше. Последний раз, мы так называли друг друга, наверное, еще в 86-м, 87-м годах, 87-м, наверное, до того, последний раз. Я называл его папочкой своим, папой, папочкой, а он называл меня Сережей. И я же это никому не говорил вообще. Я говорил некоторые вещи на исповеди, там, в православной церкви, там, что о своем опыте духовном некотором, о сомнениях, но об этом не говорил даже исповеднику, даже на исповеди. Понимаете ли? Даже жене не говорят. И вдруг он меня снова называет, спустя эти годы, снова Сережей. Он меня помнит, он меня не забыл, он помнит. Я его снова назвал папочкой, снова назвал папой. Вот это было, ну, незабываемо. Я попросил прощения, конечно. А, еще, я же не все сказал. Сережа, посмотри, еще было сказано. Посмотри, а я смотрю книгу и ничего не вижу от волнения такого. Почему тебе было все хуже и хуже? Вот как эхо такое. Ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже. Вот так вот, как вот. Я только слушаю ее, прислушиваюсь, я не могу ничего ему даже сказать в ответ. И пауза такая, и мне ничего сказать ему, и он ничего не говорит дальше. Мысли это нет, она не продолжается. И потом, через некоторую паузу, продолжается. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все. Откуда пришла эта мысль, откуда не пришли слова, куда ушли, кто его знает. Но я понял это, как в разговоре тогда. Я понял это интуитивно, как в разговоре сейчас. Он сказал, но он сейчас ждет, как в разговоре, знаете, вот от тебя что-то, твое слово ждет. Я понял этот момент истинный, я должен что-то ему сказать. Ну, конечно, во-первых, я попросил прощения. Это было правдой, на самом деле. Вот формальное слово, это не ушло из моей жизни, конечно. Я служил, и каждый день тексты из Писания были, значит, я их пел на распев, и все. Но фактически это было правдой, это было истинной правдой. Его слово, как Рэма именно, оно ушло из моей жизни. Я не жил этим. Я, конечно, попросил прощения. И я сказал такие, между прочим, такие слова, назвав его снова неформально, не отче наш, там, иже и си, там, нет. А просто по-свойски папочка назвал, папа его. И я сказал ему еще такие слова снова, что безопаснее. Я сказал, слишком много в церкви для меня разных учений. Потому что в православии столько много разных учений в церковном православии, в которые я погрузился тогда. И погружался все больше и больше в святоотеческие предания, изучая отцов в церкви. И видел в учении этих отцов взаимоисключающие вещи настолько, что они просто, ну скажу так, даже порой эти отцы, жившие в одно время, в одну эпоху, даже друг другу не только противоречили, вообще, даже друг другу отказывали в праве называться христианином даже. Настолько далеко заходили противоречия, как, допустим, Мил Сорский и Иосиф Володский, один из конфликтов таких. Я изучал и того, и другого отца, и тот, и другой святой, часть предания православного, но диаметрально противоположные были учения по всем пунктам, фактически, вообще, несостыковки. У одного, как бы, одно христианство, у другого, другое христианство, но и то, и другое считалось православным, церковным, святым преданием. Вот это да. Я завидовал порой искренне, я завидовал простым бабушкам, которые не знают этих учений, этих отцов, просто и тому свечку поставят, и тому свечку поставят, и сему, как бы, и пятому, и десятому, и все. Думаю, да, думаю, святая простота. Вот, ну, знаете ли, а здесь, думаю, да, умножается познание, умножается скорби, думаю, точно, думаю, ну, ладно. Да, и я сказал ему такие слова Богу тогда, в 96-м, тогда же сказал такие слова, ну, во время той беседы нашей, первый, после многих лет формального, формализма религиозного, служения, этих молитвословок и прочее. Я не согласен, в мольфословок много прекрасных молитв, но ничто не заменит простого общения, ничто не заменит. Я сказал ему, слишком много разных в церкви учений, говорю, без опасности для меня доверять твоему слову. Я даже сам сказал, сам удивился, ну, как красиво получилось мне сказать. И мне это очень понравилось самому. И вот с того момента, знаете, какой-то у меня думблер переключился снова. И вот возвращение к той первой любви. И у меня буквально за, там, какие-то недели считанные через Библию все это обновление, знаете, полно грейд. И все, я уже не мог уже просто-напросто жить в тех старых этих программах, в которых я раньше просто копошился, жил. Вот, потому что, я говорю, что опостылила мне всякая идея, там, молиться кому-то еще. Она была просто, знаете, как аллергию вызывала, сама эта идея даже. Молиться кому-то еще перед Богом, перед лицом всемогущего Бога, просить кого-то еще, это было, это просто было стыдно даже, элементарно стыдно было. Вот, недаром Бог это сравнивает с прелюбодеянием, с нарушением супружеской верности, когда человек свое интимное, самое сокровенное открывает для кого-то помимо Господа Бога всемогущего. Вот, и Израиль обличал он именно в этом как раз. Вот, и я понял почему, потому что для него душа человеческая, вот это вот самое сокровенное, дух человеческий, когда в молитве мы раскрываем, это самое интимное, что есть в человеке. Даже многие атеисты, кстати, это лучше понимают даже, неверующие, чем христиане, к сожалению. Вот, значит, что это действительно, это самое сокровенное, самое интимное, что есть в человеке. Вот, просто из-за такого духовного блуда, будем так говорить, в христианстве это... Ну, знаете, когда все так живут, вроде как бы это не стыдно считается, нормально. Вот, на самом деле это стыдно все равно, это стыдно. Вот, и когда человек открывает свое... Как написано у Осии, помните в книге пророка Осии? Они взывали, говорит, но не к Всевышнему. То есть вот израильтяне того времени, они молились, они были молить, но они не к Всевышнему, а молились кому-то еще. И в глазах Бога народ стал как будто бы неверная жена. Но Бог призывал Израиля вернуться и обещал все простить и жить сначала. То есть Бог призывает к покаянию. И Он тогда Израиля призывал к покаянию, и сегодня Церковь призывает к покаянию. И служение, поэтому я своим... Наши священники многие, вот, кто или присоединяются, или вот уже кого я ругодил, как епископ. Знаете, порой ищут у меня ответа. Я вынужден многих священников наших разочаровывать. Я говорю, знаете, друзья, я против, честно говоря, шаблона какого-то. Против вот только так и никак иначе служения. Давайте импровизировать. Сегодня так, завтра иначе. Вот, как вот 50-ники говорят старые, ягдух ПВД. Вот, действительно, порой служение простое, мы сидим и читаем слово. Порой служение мы стоим на коленях и молимся. Порой служение это просто поем, но чтобы... Понимаете ли, как вот в отношениях мужа и жены тоже, да? Если все по одному сценарию только лишь, да? Это и утомительно, это и вообще это примитивно. Это всякое чувство убивает. Нужно что-то новое, какой-то другой цветочек, что-то другое. Это оживляет отношения. А тем более с Богом. У него, с его стороны, ну, мы говорим, каждое утро обновляется. На самом деле, у него постоянное обновление. Просто утром наша псих, да? Душа наша, она восприимчивей к его этому обновлению. Вот так вот. Поэтому, как бы, с утра очень... Поэтому засыпая, я говорю, отдавайте свои последние мысли ему. Вот, значит, и это дисциплинирует нас. Просыпаясь, пробуждаясь еще на постели, мы уже наши первые люблю, наши первые мысли к нему. И это оживляет. Вот это помогает обновлению нашему, постоянному обновлению. Вот, хлебопринамление, причастие совершайте. Вот, я помню, в семинаре нам рассказывали о древних христианах, первых христианах. Особенно в ЦАКе была лекция, потрясающая лекция, мне понравилась. 87-й год. Значит, называлась она как раз вот о раннем христианстве. И там говорилось, что согласно многим источникам, да, вот именно первых 200, даже 300 лет христианства совершало хлебопринамление ежедневно вообще. Порой даже не раз в день даже совершали хлебопринамление. Из разных источников сегодня это уже достоверно известно. И нам спрашивали студенты, я не спрашиваю, я слушал лишь. Там были со старших курсов были ребята. Я лишь просто приехал только, я послушал эти лекции. А старшие спрашивали ребята, там этого, архимандрита старого, значит, а почему же потом практика пошла такая? Оскудела любовь, говорит. Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры. Стали раз в месяц, потом раз в год, раз в полгода, потом раз в год. Но это все из-за оскудения любви. Но у меня сегодня есть ответ, для того старого архимандрита, для тех ребят, у меня есть ответ сегодня, что вернуться к нашей первой любви. Я сегодня не могу себе представить даже день без причастия. Вот на сегодняшний день. На сегодняшний день я не могу себе представить себе даже дня одного. И если я понимаю, что если у меня день прошел, и я не причастился, и это нормально как бы, значит, уже что-то ненормальное во мне уже. То есть с моей стороны уже что-то ненормальное, уже есть уже по отношению к нему. Значит, есть какая-то проблема между нами. Я не хочу никаких проблем, я хочу, чтобы было действительно постоянное обновление, это любовное обновление Вот в этом таинстве все для меня, жизнь для меня И понимаете ли, порой даже говорят, что я не хочу ничего знать другого, кроме Христа, потом распятого Вот действительно, для меня тогда это жизнь Это оживляет, это оживляет Если тело потеряло много крови, вот это как будто понимание крови Христа, тело теряет Иисуса И оно близко к смерти Но есть вариант, есть спасение Прибить кровь И это понимание обновления крови Христа Тогда любой член Церкви оживает И все тело оживает Через понимание Божественной крови Иисуса Христа Размышления над телом крови Иисуса Христа Слава Богу Вот, я думаю, пробуждение этого последнего времени, оно будет связано еще с таким евхаристическим пробуждением Вот опять-таки, неформальным Вот, я Есть рассказ такой, деревенская дурочка называется Значит, в 91 году его как раз публиковали в церковной газете тогдашней Вот, и я читал на приходе этот рассказ, он мне очень сильно запомнился Я старался каждый раз прихожанам что-то зачитывать из этих рассказов, публиковавшихся тогда И вот рассказ был такой, значит, со слов очевидцев, значит, записанный Переживших это чудо, значит, была одна дурочка, значит, в селе В 20-е годы были В 20-е годы Ну, девушка уже взрослая, а по уму она была еще совсем младенчик, значит, ну, такая И она все время была с молодежью, ну, молодежь уже взрослая, уже там, пионерик, комсомолия, значит, блуд, значит, там, пьянка, гулянка, значит, ну, как бы уже пошло Разложение села, значит, такое серьезное И это, значит, и вот эта девушка, деревенская дурочка, она была с религиозной семьи, ее водили в храм постоянно, регулярно, значит, ну, вот И молодежь где-то там была, ну, амбар, не амбар, ну, где-то у них там была своя, там, будем так говорить, дискотека 20-х Вот, значит, и, значит, пионерик, комсомолия вся там собиралась Вот, значит, местное безбожие там творилось уже И вот, значит, и представляете, значит, и решили над этой девушкой подыграть, подшутить Один там нарядился, вроде как мешок какой-то, вроде как батюшка, ну, все же в храм ходили с детства-то, прекрасно все знали, службу Налили самогонки, хлебушку, значит, и вот, мы тебя будем сейчас причащать А та довольна, о, причащай, она все до причастия ходила, водили ее Значит, я, вот, значит, причащаю тебя И они там подыграли, подпели, вроде как бы, вроде как, ну, смехом так вот, церковь изображали Значит, я где-то там из этих комсомольцев, вроде как бы, под батюшку И будем сейчас тебе причащать мест, ну, самогонка и хлебушек Вот, значит, и та девушка-то искренне подходит, значит, к этому, как бы, священнику с чашей Вот, и в этот момент запели ангелы в этом амбаре, в этом или чем-то там Вот, короче, там молодежь, многие там покаялись Короче, некоторые из этих людей, они потом стали даже христианскими, даже служителями какими-то там Дальнейший по скриптам описывается Некоторая судьба неизвестна из той молодежи, но многие из них, они тогда вышли из комсомола В 20-е годы вышли из комсомола, значит, там, стали такими религиозными, там, людьми, там, верующими И даже, некоторые даже мучениками стали потом из-за Христа Вот, как бы, некоторых историй там приводятся примеры Вот, а у меня был, у меня был тоже рассказ интересный в жизни Мы снимали на Малышка, здесь квартиру, значит, на Левом берегу, значит, и на Черниговской, значит, и квартиру, и малосемейка И, значит, мы были с женой на кухне Дети, у нас тогда трое детей было, да, еще совсем начинающая семья такая была, еще Трое детей, четвертый, он наш там родился Родился, значит, у нас шестер детей, вообще-то, три мальчика, три девочки Трое родились в России, трое в Украине, так вот И интересно, что, значит, вижу, дети таскают А мы купили, как раз там, на рынке юности, купили молока, значит, привозили там, значит, частники И, значит, пряников, очень хорошие, таких мягких пряников И дети таскают молоко и пряники туда, в комнату Я там, ну, проследил, что они там, как бы, таскают туда молоко и пряники Они там сделали игру, службу, такую Рассадили, прихожане все были, там, эти куклы, медведи всякие Ну, и там наш сын-то, Серафим, сидел вместе, ну, такой, Баштанов там Прихожанин вместе с куклами и с медведями сидел Прихожанин там Коля, старший сын, он там изображал, как бы, вроде как, проповедника Ну, Библию квертормашками, правда, начало, ну, еще, совсем еще Маленький, значит, Настя, там, постарше, она самая заводила у нас была, значит Она, значит, вроде как, организатор всего этого мероприятия В причастие играет Ну, меня увидели, ну, пап, о, заходи тоже с нами, как бы, ну, причастись, как бы Ну, пряники и молоко у них там, значит Ну, я так, ну, игра, думаю, ну, ладно, хоть так вот, ну, игра-то, ладно, игра Я сел, первый раз был в кукольной церкви вообще, честно говоря Сел среди кукол и медведей, значит, сижу, значит, прихожанин такой, да Вот, значит, они там что-то помолились, значит, эти пряники, это молоко Вот, но самое интересное, знаете, вот, я вначале вроде как смехом вроде как Ну, думаю, они там просто играют А оказывается, это было, действительно было причастие Вот, я пережил так сильно вот тогда это причастие, что я говорю, я в своем христианстве редко вот такое переживал вот за эти годы И, знаете, я был потрясен Богом настолько сильно тогда, в тот день Я старался там, ну, даже перед куклами было стыдно плакать, я просто был Вот, я, ну, так было, вот, действительно Я, конечно, ее закукал за всех этих причащался, значит, там, и за медведей, значит, там И как самый большой прихожанин мне приходилось больше всего молока съесть, значит, его и прятников Но, значит, но, но, знаете, вот это причастие Для меня, я знал, что это Бог, и реально Христос в этом присутствовал, в этом кукольном собрании Но, знаете, я понял такую вещь, мы причащаемся не устами просто или желудками, да То, что входит в нас, оно не может нас не осквернить и тем более осветить Знаете ли, мы причащаемся здесь и здесь, сердце нашим, душой нашим, разумом нашим, помышлением мы причащаемся Вот, и здесь не важно качество вина или сока, или хлеба такого, или сякого Или вот как там были пряники, или молоко Или как у той деревенской дурочкой, самогонкой и, значит, и черный хлеб просто, значит, знаете ли Но дело в чем? В самой сути того, что мы причащаемся, размышляем Я даже порой ем борщ и плачу, потому что я знаю, что я Христа причащаюсь Я знаю, что я ем просто через этот рефлекс Самое первое, что человек рождается, да, он еще не соображает ничего Он уже понял, ага, ему надо кушать Присосался и кушает Кто ему сказал об этом вообще? Но он понял, надо есть, чтобы жить Вот И слава Богу, молодец, понял, сообразил Значит, да, значит, хотя некоторых надо еще как бы приучать Некоторые еще не сразу соображают, некоторые прям сразу Понял политику партии сразу, раз, и все понял Вот, да Хорошо, дамы и господа Благоставляю всех вас, пусть Бог благоставит вас во имя Христа Пою старое доброе еврейское благоставение Благоставение священников, коэнов, благоставение Аронова Я очень люблю это благоставение Вот, оно очень такое, многогранное такое, очень Некоторые слова этого благоставения на современном русском имеют до 70 значений Как слово шалом, допустим Это не только мир, как отсутствие войны Но и мир с Богом, примирение, здоровье, процветание, обогащение Во всех сферах жизни имеется в виду мир, полный мир Вот, и многие другие слова И один из переводов говорит, пусть Всевышний посмотрит на тебя и улыбнется тебе Когда папа нам улыбается, или мама, это очень хороший, добрый знак Что все хорошо Вот, и он для нас, наши родители, действительно Все наши, и мама, и папа, и все, наша жизнь наша Слава Богу И благоставляю вас во имя Сына Его Господа нашего, Агнца Божьего, Иисуса Христа Который есть наша Пасха вечная Аминь Пойдем с нами, друзья, помолимся Пойдем с нами, друзья, помолимся Иисус, 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 И И сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим, И помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя, И даст Тебе мир. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии. Амин. Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог Патриархов, Пророков, Бог Моисея, Бог Спаситель Наш, Иегова Ииры, Ты усматривающий всё и усмотревший. Во имя Иисуса, Вешем Иешуа, в имени Сына Твоего молюсь и призываю милость Твою, Господь, на народ свой. Боже, благослови народ Твой миром, Боже, посети виноградник, насаждённый Твоей рукою, и благослови виноградник сей. Великий виноградник наш, слава Тебе, Господь. Благослови народ Твой миром, и в преддверии Пасхи, да будет явлена истинно Твоя Пасха, Христос. Христос в нас, упование, слава. Амин. Друзья, братья, сёстры, уже вечер, сегодня наступило 13 число уже месяца Ниссан, предпоследний день. Последний день, перед уже праздником самим. Если брать библейские исчисления, я имею в виду. Церковные наши праздники обычно позже всегда, да, ну это церковные праздники, а вот если брать библейские, то я призываю вас вот завтра вечером сесть в кругу семей своих или друзей, преломить хлеб, вспомнить, почитать из книги «Исход», может из других каких-то книг, из Нового Завета почитать, вспомнить, что Бог нас вывел из рабства, Бог нам дал свободу. Это называется пасхальный седр, та святая ночь, ночь Господня, ночь бдения. В полнолуние месяца Ниссан, с 14 на 15 Ниссана, Бог совершил великое чудо избавления нашего спасения. Это было ровно 3330 лет тому назад, в этом году очень интересное совпадение. 3330 лет прошло. Да, и в это время, 3330 лет назад народ Божий был в ожидании. Последний день, последний день. И 14-го числа, следующий день, резали Агнцев и мазали косяки, и губитель проходил мимо. В этом году Пасха совпала с шабатом, с пятницы на субботу, это ночь бдения, полнолуние, месяца Ниссан. И затем неделя опресночная, до самого 21 Ниссана, или в этом году 7 апреля получается, опресночная неделя, хрустим мацой и размышляем над тем, что действительно наша маца, опреснок наш, это сам Христос, образ чистоты и святости. И пусть наша жизнь, даже если где-то закваска, весь хамец этот, хамец, это, условно капец еще есть такое, да? Хамец, хамец, хамец это заквашенное, это порочное, лукавое, хлеб испорченный. Вот, значит, но пусть не хамец, а маца будет в нашей жизни. Аминь. И это только лишь Богу возможно. Да будет так. Благоставляю всех вас во имя Христа. Аминь. Слава Богу.